Феликс, извиняйте, но пока он еще не сможет с вами пообщаться на русском языке. Я Феликс Мурио, генеральный менеджер отеля Four Seasons Lion Palace. И я хочу вас приветствовать в этой очень красивой традиции, которую мы имеем в Лайон Паласе, в этой истории в Лайон Паласе. И мы рады вас приветствовать на уже традиционном таком событии, на диалогах Бенни с Альвами. В рамках диалога с Альвами много рождается и идей, и интересных мыслей, и, конечно, мы хотим продолжить. Такую добрую традицию. Спасибо Николаю и Николаю за добрую дружбу и за такие вот диалоги. И мы передаем микрофон Елене Зубровне. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, уважаемые гости. Я очень рада видеть всех вас сегодня, такие красивые элиты, красивые люди. Меня зовут Елена, я директор БКС Ультима, это подразделение Private Banking, нацию группы БКС. Мы работаем на рынке ценных бумаг, а профессионально работать на рынке ценных бумаг – это большое искусство, искусство инвестирования. Поэтому нам очень приятно, что мы поддерживаем такие вечера, диалоги в доме с Альвами. Спасибо большое, Николай Исков. Это наша уже третья встреча. Первая встреча была с Татьяной Черниговской. Также мы знакомили наших гостей с Александром Арпопортом. И сегодня мы хотим познакомить вас с великолепной Николаем Соскоридзе. Я очень рада вас приветствовать. Уважаемые гости, приятного вечера. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, ну вы все можете заглядывать в желание, потому что так часто вы оказываетесь между двумя, Николая. Я просто скажу сразу, это знаете, на сегодняшний день, как я все-таки школой руковожу. И это на сегодняшний день одно из самых редких имен в России. Николаеве практически не называют детей. Вообще просто на всю школу у меня только один ребенок Николай. А зря? Да. Не знаю, как тебя, мне в честь святого называли. То же самое. Потому что хоть такой почитаемый святой, а имя стало непопулярным. Надо сказать, приносит удачу, мне кажется. Это правда. Нам грех жаловаться на нашу жизнь. Мне вообще не на что жаловать. Ну давай сядем, чтобы нам как-то было... Присядем. Да, присядем. Сядем. Да, ты как госслужащий правильно поправил меня. Я, видишь, я легкомысленный человек, работающий в частных компаниях. Я сталкиваюсь с властными структурами, потому знаю точно, что лучше присесть. Сядем. Окей. Коль, во-первых, спасибо огромное, потому что мы с тобой как-то там сделали хорошее интервью однажды и с тех пор... Которое наделало гигантское море шума. И вообще с тех пор мне как-то всегда очень приятно с тобой разговаривать. И интересно обсуждать то, что происходит, потому что ты очень искренний и очень непосредственный человек. И надеюсь, что нам удастся вот эти твои качества сегодня принимать с другим всем. Знаешь, я вот хотел бы начать, может быть, очень издалека. Просто вот не все читали, готовились к этой встрече, как я, например, да? Вот расскажи, как ты появился на свет, кто твои родители, какой путь ты прошел до того, как ты стал суперзвездой? Ну, родился я в простой грузинской семье в городе Тривисе. Моя мама была простым педагогом в физике. Потом уже, когда я стал взрослым, я узнал, что это не самая простая семья была до революции. Но дело в маме семье. Но так как мама была, ну, вообще, наша семья православная, она мне с детства, как бы, догадываясь о том, что мне когда-нибудь что-нибудь расскажут, она мне объясняла, что Никочка, так как мы православные, все по отцу, потому, что бы тебе какую чушь не рассказали, ты просто человек. Никто никогда не готовил меня к искусству, к балету, просто так как мы жили в аристократической части Тбилиси. Кто бывал в Тбилиси, знает, что есть такой район в Оке. И чуть-чуть, как бы, ниже классом нашим был современный Сабуртало. Вот моя жизнь была между этими двумя такими замечательными районами, где жили люди определенного уровня, уровня социального. И обычно из людей, которые в этих районах жили, в искусство шли только режиссерами. Больше никем, артисты нет, ну и так далее. Потому, как бы, меня готовили с детства с мыслью, что я должен закончить школу с золотой медалью и поступить в МГО. Все. По-другому моя жизнь не должна была складываться, и как-то с этой мыслью я уже жил. А физический факультет? Мама была физиком, все мужчины в нашей семье были юристами, потому, как бы, у меня не было шанса попасть на другой факультет. И к этому меня готовили. Ну, все, я всех обманул и поступил по-другому. Как-то вот так случилось, что я стал артистом балета. Сам не очень понимаю до сих пор, как это все случилось. Это была абсолютная случайность. И единственное, что... Родился я у мамы в 43 года. Потому, как бы, если, понимаете, сейчас женщины, когда рожают в этом возрасте, это не считается нормой, да? В те годы, в 73-м году, это считалось очень старородящая женщина. Потому, как бы, за мной врачи еще очень следили. Я был подвижный ребенок, и когда играл во что-то, я всегда очень как-то нестандартно сидел. Мама считала, что у меня вывих бедра, переломан позвоночник, вывернулась рука. И тогда оказалось, что у меня феноменально подвижные суставы, что потом оказалось феноменальными способностями для балета. Но тогда никто об этом не знал. И когда все-таки вот так получилось, что я изъявил желание пойти на просмотр в Хавельское училище, это было только по одной простой причине. Я хотел на сцену. Мне казалось, что там происходят чудеса. Ну, знаете, когда смотришь балет, кто-то полетел, кто-то поменялась декорация. Ты видел балеты? Меня водили просто еще. Я не досказал просто правильно. Значит, из-за того, что я жил в такой среде, это люди, которые регулярно ходили в консерваторию, на оперу, на балет, в драматические театры. С трех лет я видел все. Смотрел все. Потому, как бы, вот я это любил, ну, мама это любила, потому что, ну, как бы, ребенка надо приучить сидеть тихо на опере. Ну, как вот приучить, если не водить с детства, да? Она же не думала, что мне это понравится. Ни одна грузинская мама не думает, что мальчику может понравиться балет или опера. А у меня вот это произошло вот так. А у тебя не было артистических кровей? Ну, как потом, как выяснилось, что мама моего папы, она училась в хореографическом училище в молодости. Потом она поменяла профессию, стала драматической артисткой и играла у Коты Марджанишвили, да? Знаменитого Марджанова в бельведском, ну, как бы, знаменитом драматическом театре. Но это, опять-таки, это все я узнал, когда я уже был народным артистом. В детстве мне никто ничего это не рассказывал, мне никто ни на что не агитировал. И все, что мне показывали, мне показывали для ознакомления. Чтобы ребенок просто был развит. Все. Но ведь сейчас ты же знаешь уже как ректор Вагановской академии, ты знаешь, что во многом решение это принято родители за детей. Мама была против категорически. Я много раз рассказывал эту историю, потому, если кто-то слышал, я предложу извинения. Значит, мама была очень сильным человеком таким. Она была крупная дама в те годы. И очень такая, когда она входила в комнату, всем становилось тесно от ее энергии. Но когда приходил ее папа, я был тогда еще маленьким, потому что он скончался, когда мне было еще годиков шесть. Представляете, значит, совсем раннее детство. Я увидел такую вещь, что мама решила вмешаться в разговор дедушки с кем-то. И она ему тихо так сказала, папа, какое-то свое мнение. Он, не поворачивая головы, сказал, Ламар, а кого волнует твое мнение? Женческое место на кухне. И мама, которая могла пройти сквозь стену, вдруг исчезла. Не сказав ни слова. Мне так это понравилось. Стал пользоваться. Да. Меня, так как я был мальчик такой шаловливый, меня пороли регулярно. Мне, в общем, доставалось так сильно. И когда встал вопрос о балете, мне уже было около десяти лет. Дедушки давно не было. И мама, конечно, сильно кричала, все кричали. Я сказал, а кого волнует здесь твое мнение? Ты женщина, и ты должна стоять на кухне. В десять лет, конечно, от мальчика устушит такое. Мама взялась за ремень очередной раз. А потом как-то сказала, ну хорошо, если ты считаешь, что ты мужчина, и ты можешь уже делать какой-то выбор, значит, у тебя спрос будет как с мужчиной. Она была уверена, что так как она понимала, что это сложно, я не выдержу. Она понимала, какой грузинский мальчик танцует, это же сумасшествие. Что меня не примут, а меня не то, что примут. Я сразу стали кричать, что я вундеркинд. Но потом она думала, что я уйду, но не ушел. И в тот момент, когда в такой достаточно сложный пубертатный период действительно хотелось уйти, потому что ребенок растет, комплексы, я все время думал, вот если я сейчас приду и скажу, что я ухожу, она мне скажет, ну что, ты не смог, да, я все-таки была права. И я из-за этого терпел. Я не хотел очень ей проиграть. В итоге я выиграл. Но она это оценила, да? Ну, мама ничего не видела, просто ей очень нравилось, что ей все... Ну-ка, она была простая женщина, как бы простой физик, который очень... Ну, как бы... Ну, вот каприз у ребенка танцевать. Ей все время говорили, что я очень способная. Но она не понимала, в чем эта способность. Ну, она... Мама, например, очень комплексовалась, что так, ну, я в балете стал заниматься, да, у меня стала ровная спина. Она мне говорила, а ты не можешь немножко погорбиться? Ну, все дети горбятся. Ну, нехорошо так. Ну, теперь все смотрят, шуршукаются. А потом... Мы же жили в Грузии, и там носили шортики. И когда я бежал в шортиках, часто это... Ну, если так часто обращают внимание на мои ноги. А тогда... Представляете, вот я бегу с грузинским хлебом, там, нагруженный, и видно только, что ноги бегут в шортиках. И все начинают смотреть, такие ножки красивые, стройненькие. И потом появляется этот ребенок поближе, понимает, что это мальчик. И женщины делают так... Вайми, Вайми, несчастный мальчик, а как жить будет? Ну, уродство такое, ну, это же уродство. Мальчик какой должен быть? Кривоногий. А тут стоит, ну, фарфоровая статуэточка. И... Мама все меня так переживала. Ну, как жить будет? Ну, это же уродство так. Оказалось, что неплохо жить будет. А ты поступил в 1984 году, это правильно? Я поступил в хореографическое училище Тбилиска в 1984 году. Это была случайность абсолютная. Я сидел по телевизору, смотрел балет «Спящая красавица». И в конце были титры, там было написано, что... Ну, там дети танцевали в этом балете. Там было написано, что в спектакле принимают участие учащиеся Ленинградского хореографического училища. Потому что это была трансляция из Петербурга. И я, естественно, подошел к маме и сказал, вот видишь, дети же на сцене выступают. Она мне все время объясняла, что дети только на сцену не выходят. Выходят только дети артистов, а только... Я говорю, значит, раз училище есть, значит, где-то их учат. Типа отвези. Она мне говорит, что Ленинград это далеко. Мы уже бывали к этому моменту в Ленинграде, потому что мы приезжали смотреть здесь всякие музеи. Она говорит, нет, так далеко я тебя никуда не отвезу. В общем, я говорю, ну что, в Тбилиси нет? Нет, в Тбилиси нет хореографического училища. И я ехал в троллейбусе. У меня был мальчик очень самостоятельный. И троллейбус остановился на красном свете. И я сидел у окна и увидел на заборе афишу, на которой было написано «Прием, Тбилиси, хореографическое училище. Перечень документов». Я выскочил из троллейбуса на остановке, вернулся к этому забору, все прочитал. Выучил все, что надо. Пришел и сказал, дай мне две фотографии, свидетельство о рождении. И такая справка. Десять лет? Да, я очень был самостоятельный мальчик. И вот с этого начался скандал, когда я исполнил, что женское место на кухне. Поразительно. А как потом, собственно, мало все-таки поняла, что тебя надо в Москву жить? Все педагоги с первого дня, как я туда пришел, говорили, что что-то необыкновенное с этим ребенком. Надо его отсюда увезти, надо в Москву. Как, знаешь, как Чехова. Три сестры в Москву, в Москву, в Москву. Ну и так получилось, что меня привезли раз в Москву, меня не взяли. Потому что, вы знаете, вот сейчас очень модная тема про Нуреева. И скоро выйдет много фильмов очередных про него. Вы должны понимать все. Вот это я вам говорю, как просто человек, который в этом понимает. Главный прыжок к свободе Нуреев совершил не тогда, когда он для буржия перепрыгнул, да? А главный прыжок к свободе он совершил, когда он из Уфы попал в Петербург. Потому что любой ребенок, который учился в Национальной Республике, в маленьком городе, не имел возможности попасть в главные города. Это было невозможно, если только ты не становился национальным кадром. Но национальным кадром я не мог стать, потому что всегда в Грузии, ну в Грузии особенно, были родственники чьи-то. И ставки национальных кадров занимали чьи-то обязательно дети, внуки, племянники и так далее. Я был просто ребенок с улицы, потому никто мне эту ставку национального кадра не давал. А в Москве и в Петербурге эти ставки были уже забиты детьми из Грузии, племянниками, родственниками. И я шел на общих основаниях. Даже имея идеальные способности, надо было, чтобы было, потому что сейчас я как ректор этому говорю, государство выделяет, допустим, 60 мест в год оплачивает. Вот вы, если у вас осталось 59 мест, есть одна ставка, вы можете взять для этого ребенка, потому что это бесплатное обучение. Вот как это было с Нуриевым, я сейчас как ректор, я читал эти все документы, потому что ко мне постоянно приходят разные кинорежиссеры, которые снимают, я им все это предъявляю, переписку между Петербургом и Уфой, бадание, чтобы он не уехал и так далее. Это вот все очень сложно было. То же самое была со мной вот эта вся возня. Первый раз меня не приняли, потому что нас завернули, сказали, вы не национальный кадр, уезжайте. Второй раз нас завернули, потому что сказали, ну, вы знаете, типа, у нас все забито, и, ну, как бы, типа, мальчик грузин, вообще с этой грузинской фамилией обратно. И было очень смешно. Мамина сестра сводная, она в молодости вышла замуж за Романова. И всю жизнь жила под фамилией Романова, потому что это ее муж был. Потому для того, чтобы у меня получилась русская фамилия, надо было маму лишить родительских прав по советскому закону за какой-нибудь аморальный поступок, чтобы ее родная сестра, ну, это единственное было такое, меня усыновила, и тогда мне можно было поменять фамилию. Значит, они долго сидели, обсуждали, как это сделать, потому что мама уже к этому моменту поверила в мое исключительное, что надо ребенка как-то вывести из Грузии. Это уже на все. Да. И они так сидели, долго это обсуждали, а никому не пришло в голову соединить имя Николая с фамилией Романов. И я сидел вот так, мне было 11 лет, на кухне, я очень хорошо помню этот день, я вот слушаю весь этот разговор, что тому мы заплатим, значит, признают аморалку, здесь мы дадим взятку, типа поменяют фамилию, я сижу и говорю, Николай Романов, Николай Романов. Я говорю, ну, знаете, вообще было очень плохо, это все закончилось. И вопрос вот так снялся. Они как-то подумали, да, Николай Романов не очень удачное сочетание. И отменили эту сделку. И в третий раз получилось так, что это был юбилейный год для близкого хореографического училища. И меня сразу пригласили в три училища. в Петербург, в Пермь и в Москву. И мама выбрала Москву. А почему не Петербург? Ну, потому что доктор как бы ей порекомендовал, что московский климат более сухой. И потом у мамы родственники были в Москве. Мама выросла в Москве. Для нее это был нелюбимый, но достаточно родной город. Мы сейчас еще вернемся. Просто поскольку, когда ты приехал сюда, не окончательно, но руководитель Петербургской академии, многие говорили, что москвич не может руководить Петербургским училищем. Тебя потом упрекали часто в этом. Просто дело в том, что когда кто-то что-то хочет сказать, он найдет любой повод. Я много раз тоже это объяснял. Несмотря на то, что я сначала учился в Тбилиси, потом я учился в Москве в училище, потом работал в Большом театре в 21 год. Один из главных артистов вообще в этом бизнесе в мире. У меня никогда не было московских педагогов. Несмотря на то, что я территориально здесь не находился. Все педагоги, кто у меня учился в Тбилиси и в Москве, они заканчивали школу на улице Зодчего Роса. Это тоже такое стечение обстоятельств. Это удивительная вещь. Но в момент, когда шел этот скандал, здесь руководила девушка, которая была выпускницей в городе Ленинграде. она училась. Но ее педагога была выпускницей московского училища. Ну почему она могла считаться не москвичкой? А я должен был считаться москвичкой. Вообще все это очень странно, господа. Это такой растянутый конфликт между этими городами. Я все время объясняю. Старый анекдот. Чем грузины лучше, чем армяне? Ну чем армяне? То же самое. Это очень старый анекдот. То же самое. Но чем петербуржцы лучше, чем москвичи? Ну чем москвичи? А ты видишь какую-то вообще разницу? Никакой разницы. Нет, я где-то встречал, что в Большом театре сцены типа больше, и отец там размашистый. Самая ленинградская балерина Галина Сергеевна Уланова, которая была одним из моих педагогов, она написала, ну как бы есть книга о ней, где собрано ее интервью. Вот она в одном интервью очень четко рассказывает. Она переезжала из Петербурга в Москву. В сорок, ну как бы в четвертом году ее перевели окончательно, да, работать. И одно дело, она приезжала всегда в составе ленинградской труппы в Большой театр, а тут она оказалась в тех спектаклях, которые она танцевала в Петербурге, танцевать уже в московской. И она там объясняет, что когда я попала в эту обстановку, я поняла, что мне надо изменить грим, потому что, ну по-другому надо красить лицо, потому что слишком большое расстояние до зрителя. что надо изменить все мизансцены, жестикуляцию. Потому что, если я буду двигаться так же, как в Мариинском театре, меня никто не будет видеть в Большом. Это совсем другое. Потому что пространство диктует то, как у нас же нет крупного плана. У нас есть один план. Те, кто сидит на галерке, вообще видят нас в размере муравьев. Это умные люди, это понимали. Но, к сожалению, тем, кто хочет, ты к прессе принадлежишь. Ты сам часто говоришь, ну ты же знаешь журналисты, как поступают. Журналистам нужен информационный повод. Это потрясающий информационный повод постоянно рассуждать конфликт двух столиц. Это идеальный информационный повод. Потому, в любом случае, это к этому будут возвращаться. Будет царизм, советский союз, демократический строй, какой угодно. Все равно будут выяснять, ну где же лучше все-таки. Но все-таки это действительно интересная тема. Вот это отличие двух сцен. Они просто немножко по-другому устроены. Они нет. Просто пространство, в котором ты владеешь. Потому что в Мариинском театре, я часто тоже это рассказываю, есть старая, не то, что старый анекдот. Это реальность была. Матильда Кшесинская вызвала на дуэль Дягилева за то, что он зевнул во время ее вариаций. И когда я это читал в школе, я еще не танцевал на сцене Мариинского театра. Я танцевал на сцене Большого, там моментов много. И потому я понимал, что это анекдот. Потому что не видно со сцены Большого театра, ты не видишь никого, кто сидит в ложах. Ты подразумеваешь, что там сидит? Можно, если у тебя хорошее зрение, сказать, что это женщина, а не мужчина. Но кто это определить невозможно. Тем более увидеть, зевнул этот человек или не зевнул. Но когда я попал в Мариинский театр, я понял, что это абсолютно правдивая история. Потому что настолько меньше театра, настолько меньше пространства, что если у тебя тем более хорошее зрение, ты точно увидишь, что человек зевнул. это правда. Слушай, давай вернемся тогда в Москву. 87-й год, да? Да. Ты переехал в Москву. Это… Разгар перестройки, помните? Это время. Да, разгар перестройки. Совершенно какая-то новая меняющаяся страна. Я много раз встречал в интервью… Естественно, ну, вообще многие сюжеты, о которых мы сегодня говорим, ты, конечно, повторял, хотя кое-что ты сказал, по-моему, впервые, мне кажется, сейчас. Ты как-то вот говорил о том, что у тебя очень строгий педагог, да? Даже называл его однажды садистом. Ну, нет, почему? Он и не садист был. Он просто другого метода. Понимаете, балет и большой спорт учится только, ну, применяя нецензурные выражения и сильное рукоприкладство. По-другому это выучить не может быть. А это настолько противоестественно? В каком смысле? Это потому, что ребенок в любом случае, чем бы он ни занимался, он… для того, чтобы ему объяснить, что надо тянуть вот эту мышцу, а не вот эту, в течение многих часов, надо предложить свое большое количество сил, для того, чтобы это произошло. А милыми разговорами выйти ни ножку – ничего не получится. Результаты… А для строгих? Да, тоже строгих. Тоже строгих. Ну, вот я был на одном уроке, всего на одном. Мне казалось, что ты все-таки, ну, не столько кричишь, ты, скорее, издеваешься. У меня был очень смешанный случай, три года назад к нам ехал… В Москве есть театр «Тень». Может быть, кто-нибудь слышал про… Ну, вот если вы не слышали, обязательно сходите. Это уникальный театр. Как бы, это люди, которые настолько увлечены театральным действом, что вы забудете про то, что существуют проблемы какие-то, курс валюты, мировые какие-то политические течения. Потому что вы окажетесь в детстве, и вы по-настоящему увидите, ну, уникальные спектакли, которые вас просто действительно перенесут в другую реальность. И когда-то эти люди меня пригласили в свой проект принимать участие… Как бы… У них был кукольный спектакль, куколы вот такого размера. Я играл великана. Вернее, мои ноги играли, потому что на той сцене, на которой я мог поместиться, помещались только мои щекотки. И был очень интересный спектакль, ними придуман. Он получил много разных наград. Потому что я играл великана, да, как бы танцевал великана, а куклы изображали людей. И они приехали на гастроли в Петербург. Они мне позвонили и сказали, Коля, ну давай мы сыграем. У них есть разные спектакли, разные проекты. Давай мы сыграем для детей, ну, младшего возраста. Прямо у вас во дворе им несколько спектаклей. Ну, я очень обрадовался, абсолютно безвозмездно. Они пришли и стали играть. А так как они меня много лет знают, они, конечно, им было безумно интересно. Ведь в прессе писали, какая я сволочь. А они меня знают с другой стороны. Ну, они стали детей опрашивать, мол, ну, а как Николай Максимович, он строгий, не строгий. Ну, дети же честно отвечают. И, значит, они стали, ну, он, говорит, кричит, кричит, кричит. А вы, говорит, его боитесь? Нет, не боитесь. Он говорит, ну, а что, говорит, как будет. И вдруг какая-то девочка, говорит, сказал, да не страшно, когда он кричит. Говорит, очень страшно, когда он шутит. Понимаете? А так как у меня очень нехороший язык, и когда я шучу или я, там, мои, как бы, вот, нечаянно сказанные словечки иногда, они прилипаются навсегда. Они становятся, ну, как-то вот, как кличками для очень многих артистов. Они стали навсегда. Из-за этого меня многие очень не любят. Я стараюсь в последнее время никуда не ходить, не смотреть премьеры, потому что я могу пошутить, а это останется навсегда. Так что, вот, я не могу сказать, что я издеваюсь. Просто я знаю, что больше всего заденет, понимаешь, если будешь говорить, ты дебил, ты дебил, ты дебил. Ну, я думаю, ну, что. Но если ты скажешь, ну, что, ты хочешь быть дебилом? Как-то человек уже задумывается. Нет, он не хочет быть дебилом. Ну, а что ты на дебила походишь? Знаешь, ну, сразу немножко как-то... А значит, он что-то делает не так. Понимаешь? Потому как, когда многие какие-то вот вещи есть, когда надо же в ребенке вызвать реакцию. Потом представь себе, Коль, пубертатный период. Вы все мамы, все... Знаете, как это, да, папы? Что такое объяснить юноше, у которого в этот момент только мысли о девочках? Объяснить, что надо сейчас прыгать и поднять вот эту девочку, унести в тот угол, принести обратно и опять прыгнуть. Ну, можно сойти с ума. У него в этот момент, он на эту девочку смотрит, у него сводит все. Ну, это профессия. Если бы я сам не стоял на этом месте, я бы не знал, как этим руководить. Но это же, на самом деле, еще какая-то невероятная сила воли, да, в этой профессии, да? Нет, не сила воли, просто надо научить организму бороться с самим собой. Вы должны... Вы знаете, очень часто, когда мы попадаем к каким-то знаменитым докторам, которые не специализируются на балете, допустим, или на спорте, они все время говорят, ой, а как вы ходите, типа? Не, ну вы же уже должны, типа, лежать. Потому что они пугаются, они, делая диагностику, уже понимают, что нога оторвалась. Ты говоришь, да ну что вы, это у меня вечером спектакль. Какой оторвался? Нет, вам надо срочно оперироваться. Какой оперироваться? У меня впереди гастролик. Три месяца. Какой три месяца? Вы жить не будете через два дня. Да ладно, сейчас выпью таблеточку и еще проживу восемь лет. Понимаете? И эта профессия, когда, знаете, у меня случилась травма, в итоге, ну, давно у меня была одна травма, очень серьезная, когда в итоге мне стали объяснять, чего у меня нет уже в ноге, что порвалось окончательно. Я говорю, да ладно, у меня не болит ничего. Он говорит, вы просто привыкли, у меня правда не болит. Он поставил такой муляж колено, вот такого размера, и стал вынимать из этого муляжа тех связок, которых у меня уже не существовало. И он мне говорит, ну, вот этого уже больше нету. Я говорю, и что? Я же хожу, значит я прыгну. Понимаете, настолько ты привык всю жизнь не обращать внимание на боль, на усталость, что ты не реагируешь на какие-то такие вещи. Я знаю уже точно, что если у меня, я жалуюсь, что у меня что-то болит, значит ну уже все, уже край. И так, все вот большие артисты. Ну а как все-таки детям, как они, как они себя, как ты себя переборол? Ну те, кто хотят, те, ну знаешь, как я себя переборол? Очень просто. Я, я ленивый человек, я все время смотрел в окно, вот там, прямо даже просто странно слышать. Там росла береза, и она до сих пор растет перед московским училищем. Там вороны свели гнездо. Там была такая интересная жизнь. Меня от этого окна было не оторвать. Я все время, я просто был юный натуралист. Я за ними наблюдал. 12 лет. И мне было тогда уже 14, где-то 15 лет, когда мой педагог мне сказал, слушайте, скорей дочка, ты знаешь, ты так, мол, одарен от природы, что если ты не воспользуешься, ну правда, ну я правда был круче всех. Ничего мне. Я с первого раза все сделал. Зачем мне стараться опять-то? Ну я так смотрел на всех, ну могу сказать, какие бездарности. Причем они сюда пришли? Ты, конечно, говорила в этом. Нет. Я молчал просто, все понимали и так, я что-то ногу вытяну, я считаю, что я сказал гораздо большее. И он мне говорит, что вот ты, понимаешь, что если ты не воспользуешься этими способностями, Бог тебя накажет. А меня все время няня пугала. У нас в конбисе, я все время говорю, ты видел, тебя Бог накажет. Как-то мне так стало страшно. Вот я тогда первый раз задумался о том, что надо постараться. Ну и стал стараться. Увлекся от вороны. Да, да. Вороны как-то вот уже второй план уже. Слушай, дальше, значит, тебя Григорович взял в большой, да? В 92-м. Как это происходило? Ну, заканчивал я школу в 92-м году, когда рухнул Советский Союз. Представляете, да, как это весело вообще? Потрясающе. В те годы было распределение. Я думаю, что те, кто учился в те годы, знают, что такое распределение. Вас могли послать в Усть-Каменогорск, на БАМ танцевать в бригадах. Ну, все могли с вами сделать. Да. И когда к нам пришли в марте месяце предварительные списки на приглашение в Большой театр, меня в этом списке не оказалось. Но так как рухнул Советский Союз, нас уже стали, ну, как бы, границы открылись, нас стали приглашать за границу. И меня приглашали в очень хорошую труппу. Куда? Какая разница? Но дело не в этом. Мама была уже очень сильно больна, она была нетранспортабельна к этому моменту, и потому как бы, ну, денег у нас никаких не было. И языка я не знал иностранного, я владел армянским, украинским. Азербайджанский мне не нужен, ну, как бы, помимо грузинского, да. Никто же не думал, что рухнет страна, и мне нужен будет английский или французский. Вот. И как-то это мне не устраивало. Другие коллективы мне тоже не устраивали. Я сказал маме, что если меня не возьмут в Большой театр, я уйду в армию. Вот. Да. Мама, конечно, долго гидробульбулировала на эту тему. Но у меня как-то было в сознании так, что только Большой театр. Мне все остальное не интересовало. И в тот год брали 10 детей к трупу, но основная масса были родственники опять. Мне всегда везло на том, что рядом со мной всегда учились чьи-то дети. И так сложились обстоятельства, что Григорович не должен был прийти на госэкзамен, но он пришел. Вот, ну, случилось что-то так. И даже в протоколе есть это. Вот как бы всегда, когда идет обсуждение госэкзаменов, мы ведем протокол. Вообще все экзамены мы ведем протоколы. И там есть одна фраза Григоровича. Грузину пять взять в театр. И когда ему сказали, мест нет, нет, нихт, нихт, мест нету, все продано, все, подчистую продано. Он взял бумажку и сказал, как фамилия мальчика. Ему стали диктовать. И он своей рукой меня вписал номером один. И так как его боялись, а он был бог, царь, президент, патриарх на всей территории Советского Союза, в области балета, то они даже не перепечатали, как бы меня должны были по алфавиту поставить куда-то вниз. Меня вот так вот номером один и оставили. И вот если посмотреть, пойти в архивы Большого театра, то увидишь, что в 92 году принимали сначала Цискоридзе, а потом все по алфавиту. Но единственное, он не сказал. Он меня как солистом берет, в кардебалет. Долго не знали, что со мной делать. Потому что он сделал, сказал и уехал. И когда нас взяли уже в театр, то всех ставили куда-то, а меня не трогали до его возвращения. ко мне не прикасались. Меня никуда не задействовали. Ну, потом он уже приехал и дал свои такие распоряжения, и меня уже задействовали в разных спектаклях. Ну, вот опять-таки в моей жизни сыграл случай, судьба. Я так оказался в Большом театре. И когда мы пришли на первый спектакль, значит, в том Советском Союзе, в том знаменитом Большом театре, который все знают как настоящий театр, а не как торговая марка, было такое правило. 1 сентября открывался сезон. Всегда давали Иван Сусанин. 2 сентября всегда было Лебединое озеро. С этого открывался сезон. И, естественно, я не был занят в спектакле, как я вам сказал, хотя все мои одноклассники уже 2 сентября вышли на сцену. Я пошел смотреть этот спектакль. И тогда, помните, везде продавались книги, лоточки стояли. И вот так же перед Большим театром стояли лоточки. Я перед этим театром купил книжку «Судьбоносно очень». Она называлась «Как выгоняют из Большого театра». Это было руководство к действию. «Как над тобой будут издеваться в этом коллективе?» Автором был Борис Покровский, один из великих режиссеров оперных. Это дедушка Миша Ефремова. Потому что его мама Алла Покровская, одна из величайших актрис МХАТа. И вот Борис Александрович, он был феноменальный дяденька. И его несколько раз выгоняли из Большого театра. И в этой книге описано несколько судеб великих артистов. Ну, его история, история Растроповича и Вишневской, история Майи Плесецкой. Как бы с этой книжки началась моя жизнь в Большом театре. Кто из изгнальников тебе ближе всего? Нет, ты знаешь, дело не в том, что ближе всего. Шаблон до сих пор один и тот же, тот же. Вот ничего не поменялось. Но что самое интересное, когда я стал чуть старше, я купил тоже где-то в переходе, есть очень хорошая книга «Воспоминания из Шаляпина». Если когда-нибудь у вас будет время и желание, купите, почитайте. Вы усмеетесь, как это интересно. В том плане, что он же после развала царской империи, он какое-то время руководил Большим театром. И он описывает свою, ну вообще, ситуацию в Большом театре вот в то время, когда, ну, вы будете смеяться, потому что там описаны современные политики. Просто меняются имена. Это происходило сто лет назад. Будете читать, это очень смешно. Потому, как бы, когда я уже стал читать «Шаляпина», я был вообще потрясен. Ведь Покровский писал свою книгу, не читая «Шаляпина», потому что тогда это было запрещено у нас, ну, спустя там 70 лет. Ничего не изменилось. Один и тот же шаблон. Как «Шаляпин» уехал из Советского Союза из-за того, что его выжили, его выгнали из театра. И над ним издевались. Потому, когда, самое смешное, когда вот подходила моя карьера танцевальная к завершению, я абсолютно, и дело в том, что я сам поставил дату, что я в этот день закончил. Не то, что меня кто-то выгонял. Я за два года до этой даты пришел к министру культуры и сказал, вот этот срок я больше называть не буду, потому что есть норма физическая, но физический лимит. Понимаете, принц может быть молодым. Это принчаль, может быть, в 70 с лишним лет. А на сцене принц должен быть молодым. Я всю жизнь танцую принцем. Вот. И когда я с этим всем столкнулся, мне позвонила одна такая известная критик в мире искусства, Нина Алаверт, которая когда-то отсюда эмигрировала, она позвонила и сказала, что, Коленька, я вас поздравляю, они вот этими всеми действиями вас приписали к лику святых. Потому что ни одного действительно маломальски великого артиста, ну как бы ни один человек, этот театр не покинул без грандиозного скандала какого-то. Вот так вот, в первый день работы, мне случай опять-таки предсказал, что здесь бывает под финалом. А ты помнишь, что ты первое увидел в Большом театре? У тебя такая деталь есть? Вот ты понял, ох, круто, я в Большом театре. В смысле, когда стал работать? Да, вот ты вошел в театр в первый раз. Нет, я объясню. Я к этому моменту, я очень много лет в нем танцевал, как ученик. Но тогда было очень строго, господа. Ведь дело в том, что это же, он по сей день объект охраняемый очень сильно. Но в те годы, в момент коммунистической партии, это охранялось круче. Сейчас все гораздо проще стало. И нам, детям, не разрешалось ходить выше того места, где мы должны были там, наша раздевалка или где находится выход на сцену. Допустим, вот многие из вас наверняка смотрели «Болеть спящая красавица». Помните, что детей выводят на сцену? Вот в те годы нас заводили в строем на сцену за два такта до выхода на сцену. Пока мы вот танцевали, мы были на сцене. Потом нас всех отлавливали прямо в кулисе, вот так вот в строем выводили прямо и все. Многие дети, даже закончив школу до того, как они не попали в Большой театр, не знали, а чем дальше закончилось действо. Потому что шанса увидеть спектакль не было, если ты не очень такой хитрый, не выскочил, не спрятался где-то, не досмотрел спектакль. И как бы я в Большом театре, много лет находясь, не был выше определенного этажа. Потому что дальше были гримерные артисты, дальше там была канцеляра и балет, опера и так далее. Туда нельзя было ходить. Ну, в общем, я туда попал, наконец. Я пришел с документами оформляться. И так как нас было 11 человек, мы стояли там в этой очереди, потом... А дама, которая принимала у нас документы, была такая очень... Потом я узнал, что она пришла туда с 16-летней девочкой во время войны. Вот с войны она там работала. Она до момента того, как она ушла в мир иной, она сидела на этом месте. Она была просто машинисткой. И мы стояли все в этой очереди. Ну, она брала документы, смотрела там, проверяла, что принесли правильно, неправильно заполнили анкетом. И говорила там, спасибо, Машенька, спасибо, Петя. И взяв мои документы, она так просмотрела, посмотрела на меня. Спасибо, Николай Максимович. Я так говорю, а почему ко мне по отчеству? Он говорит, ну, потому что вы единственный будете из этих народных артистов. И, ну, когда прошло какое-то время, и мне дали звание заслуженного, я к ней пришла, говорит, леди Ивановна, леди Ивановна, мне звание дали. Говорит, я же тебе сказала, подожди, еще немножко, скоро народным будешь. И действительно так все случилось. За сколько лет? Ну, я самый молодой заслуженный, я самый молодой народный, ну, и дальше все самый молодой. Ну, то есть это сколько лет? Нет, нет, нет. Я в 23 стал заслуженным, в 27 только меня исполнилось, я стал народным. Но тебя... Спасибо. Тогда это давали за дело, господи. У тебя стремительно развивалась карьера, или ты считаешь, что все таки... Да нет, очень стремительно. Мне вообще все везло, мне в жизни все очень хорошо. Просто другое дело, что, конечно, каждому артисту, как написал Георгий Витцин, что каждый артист является кладбищем несыгранных ролей. Это правда. Есть очень много сожалений о том, что не удалось сделать. Но винить в этом никого нельзя, кроме себя, в том плане, что можно было встать и сказать, да чертовы бабушки вашу Россию с этим большим театром, и действительно куда-то уехать. Но я такого не сделал тогда, и хотя я был очень обласкан, я был очень много приглашен куда, и действительно сделал больше, чем кто-либо из моего поколения, потому что, ну, сам хотел, видимо. Ну, такие были обстоятельства, что сделать. У меня и так неплохо сложилось. Сейчас расскажу вам смешную историю. Было сто лет королеве-матери. Помните, такой год был? Да. И вечно ее показывали везде. И был в Англии, естественно, весь год был посвящен ей в Англии. И мы в очередной раз танцуем в Лондоне. И я смотрю телевизор, сидит королева Елизавета-мать, значит, в анфиладе Букингемского дворца, сзади так вот, анфилада, анфилада, очень красиво все. У нее интервью, и она так якобы честно отвечает на все вопросы. И ей задают такой вопрос. Вот скажите, вот все мальчики в вашей семье военные, а девочки никогда не посещают никакого учебного заведения. Ну, и она говорит, знаете, вот в традиции нашей семьи, вот в которой я выросла, обязательно мужчины учились в военных училищах, а девушки получали домашнее образование. И все сделали хорошую партию. Потом так оглядывает Букингемский дворец, и говорит, а некоторые очень хорошие. Вот как-то со мной тоже так произошло. Ну, а все-таки почему это? Значит, когда открылись границы окончательно, ведь было несколько слоев эмиграции, да, была диссидентская эмиграция, потом колбасная эмиграция, и вот 90-х годов. В Тбилиси жило очень много евреев, очень, и очень много немцев. Это было большое поселение. Например, мама моя с детства очень хорошо говорила на немецком языке, потому что много было друзей немцев. И она ходила во время войны уже, у нее было когда, ну, половину войны она провела уже в Тбилиси, и там как раз почему-то так получилось, что она училась в немецком классе среди немок. У нее очень много было подруг немок. И она, естественно, заговорила на этом языке, потому что все они говорили. Вот. Они стали выезжать в 90-е годы, они стали покидать. Мы уже жили в Москве. Естественно, выезд тогда из страны был только через Москву. И все прощались с мамой. Все приходили с ней прощаться. Это было все время слезы. Мама понимала, что она их видит в последний раз. И вот выезжала одна очень такая близкая нам семья из Тбилиси. Они были очень богатые люди. И им ничего не давали вывезти. Ничего. У них было при этом, что когда мы к ним приходили домой вот в те годы в гости, они жили вот в такой обстановке, которую вы видите. Только здесь много красивой мебели, но современной. А у них это постоянно настоящий ампир. У них висели только венецианские люстры, даже в туалете. Ну и так далее. Они были очень богатые. Там бриллианты были вот таких размеров. Вот в те годы это вызывало шок, потому что тогда мало кто так мог кичиться достатком. Они жили вот так. Причем, что они были... Очень такая интересная семья была. Там были, по-моему, в этой семье все национальности, которые существуют на планете. Там нельзя было сказать, что это была чисто еврейская семья, или немецкая, или греческая. Там... Но вот они, когда выезжали, большая семья была. Они... Ну, естественно, мы пришли их провожать. Мама рыдала ужасно. В общем, все рыдали. И так получилось, что в девяносто... Они улетали в Нью-Йорк. И в девяносто первом году я впервые попал в Нью-Йорк. Это было за год... Вот в районе Пучча. Помните, когда Пучч был? Вот дело в том, что... В августе. В августе, но когда Пучч произошел, мы уже должны были возвращаться. А вот до того, как мы танцевали в Денвере, это было по приглашению президента Форда, но тогда не было сразу такого самолета Москва-Денвер. Нам надо было прилететь в Нью-Йорк. Мы летели достаточно долго. Сначала Шеннон, Гандер, потом Нью-Йорк. В Нью-Йорке нам давали какое-то время отдохнуть. И вот... Ну, мы же летели в Нью-Йорк. Небоскребы-то. У меня какое представление, да? И, в общем, я попал туда, где жили эти люди. Потому что они меня, естественно, встретили. Уже в девяносто первом году было поспокойнее. Уже можно было поехать. И у меня был такой шок от того, что я увидел, где они оказались. Вот этой мебели не было, да? Не было серебра, золота на столе. Не было икры тазами, как заносили. А я по-другому этих людей не видел. Не было вот этого всего. Я когда вернулся, а вернулся я еще... Представьте себе, значит, последние дни нашего пребывания в Америке. А мы по приглашению президента Форда. Пуч. Нам тут же всем предложили американское гражданство. Всем сразу. Но наш директор тогда не знал... На самом деле, сейчас вспоминаешь, это было ужасно все. И, с одной стороны, смешно. Нас вывозили, потому что нас окружили корреспонденты. Нам всем объясняли, что вы едете в тюрьму. В общем, был какой-то ужас. То есть, тогда еще летало по нам. И нас вывозили по нам. Если туда мы летели с пересадками, дешевым каким-то таким рейсом, то оттуда нас вывозили просто прямым рейсом. Мы вошли в самолет. У нас было там где-то около 40 детей. И весь самолет был пустой. Стюардессы считали, что мы уедем на казнь. Потому, когда мы выходили, нам давали пакеты мусорные, набитые чипсами, бутербродами, кока-колой, какими-то там конфетами. Они нас провожали навсегда. А мы приземлились в Москве, в Шереметьево. Пустой Шереметьево, только танки. Понимаете? И когда мы вошли в Шереметьево, не было никаких вот этих паспортного контроля. Никто нам в паспорт ничего не ставил. Стоял только дядя Гена Хазанов, потому, что Алиса Хазанова моя одноклассница. И только его пустили встречать. И был автобус, который нас посадили. И мигалки, которые рядом с нами ехали. Только танки, танки, танки. И когда мы увидели дядю Гену, мы уже были такие счастливые, что, значит, не совсем тюрьма. Но ужас переменной той роскоши, в которой жили наши друзья в Тбилиси. И то нищеты. Нет, я не прав. Они не убогости Бруклина. Я ничего в своей жизни не видел страшнее. Я не знаю... Даже когда там есть Бруклин Хайтс, там есть потрясающие дома. Но на меня это... На ребенка произвело жуткое впечатление. И я, приехав я маме, стал рассказывать. Мама, я не хотел там остаться. Я бы не хотел там быть. Там ужасно. Там очень плохо. А почему я вам говорю, что... Значит, мы были по приглашению президента Форда, и нас принимали Рокфеллеры. Нас принимали, ну, лично сам Беттина Форд и Джеральд, понимаете, в своем доме. Когда мы танцевали, значит, в один день одна семья принимала это. Миллионный был какой-то банкет. Приходили дамы, у которых были пуговицы настоящие, бриллиантовые. Одна дама зашла в таком палантине, у нее был весь палантин в бриллиантовых и рубиновых этих жуках. И один сидел вот здесь, большой. Наша директриса, она подумала, что какой-то она стала сбивать его. Потому что, ну, подумала, что настоящим, что он так всеми крылышками делал. Она тоже надвигалась, он... Вот. И вдруг ты из этого общества попадаешь, ну, Бруклин и все это. Это несовместимые какие-то вещи. Я понял, что туда не попасть никогда, потому что ты туда приглашен, так как ты артист. А вот туда я не хочу. У меня вот это вот как-то вот... Я понял, что я не хочу быть иммигрантом. Вот этот момент, если бы, наверное, я тогда, в девяносто первом году, не увидел бы вот так вот, такой контраст, наверное, я бы рискнул бы. Потому что мама скончалась очень быстро. После того, как я начал танцевать в Большем театре, я остался абсолютно один. Мне было все равно, куда лететь, направо, налево, абсолютно все равно. Но вот как-то я не хотел. Ну, вот так, немножко отвлекаясь от биографии, да, возвращаясь к Москве, мы с тобой об этом только что сейчас говорили, до нашей общей встречи, что парадоксальным образом, балет, оно такое утонченное, очень легкое, такое эфирное искусство, да, и он так успешен, так востребован в такой, в общем, суровой стране, как Россия, милитаристской, довольно грубой. Как ты сам этот парадокс объясняешь? Ну, это ничего здесь странного. По-моему, у меня нет ничего прекраснее, чем «Красивая женщина в белой пачке». Это вечный символ такой красоты. Представляете, вот мы все учились с вами в советской школе, мы все читали про Николая Первого, про Рокчеева, как все плохо было, его называли Николай Палкин и так далее. Но если вы приходите в театр, чтобы вот, вы точно знали, царская ложа – это не которая в центре, это центральная ложа, царская ложа – это та, которая слева. И в этой ложи всегда была дверь, ведущая на сцену. И вот, например, Николай Первый больше всего любил, а он очень любил балет, он приходил… Левин… Нет, он вообще любил балет. Он любил… Он знал всех артистов по имени. Он приходил на спектакль, открывал дверь, и в момент перемены декораций он любил стоять на сцене и общаться с артистами. Он у них узнавал, как дела, как там, хорошо ли топят, и так далее, и так далее, и так далее. Потому, например, вот театральное училище, в котором теперь я лекторствую, да, это было учебное заведение, это была частная собственность императорской семьи. Это была императорская театральная школа, не государственная, а императорская. Это содержалось на императорские деньги. Потому дипломы, зарплаты выписывал император-батюшка. Каждый раз выпускной спектакль принимал лично император со своей супругой. После этого они шли в столовую, девочки сидели за столом с императором, юноши сидели с императрицей. Это все было очень, это было домашнее хозяйство. Это было их, помимо того, что они им давали бесплатное образование, потом зарплаты выдавали, потом пенсии, содержали их всю жизнь, да, они следили за этим, чувствовали свою ответственность перед ними. Но такую, расскажу вам анекдот, это исторический анекдот. Дело в том, что на императорской службе не было женщин. Никогда. Но балерин-то надо как-то оформить. Ну вот их принимали. Но потом, ладно, они заканчивают 38 лет, они заканчивают карьеру, им надо дать пенсию. Как дать пенсию, если у нас нет статьи, по какой дать пенсии? Потому что на службе женщин не принимают. Им давали как вдовам. Потому что только вдовам могли дать пенсию императорскую. Вот они им давали, как им... Их была такая статья, вдовы балета. Понимаете? Потому как бы это все было нормально. Ведь дело в том, что... Тут еще такой момент. Сначала принимали в эту школу в 1738 году 12 мальчиков, 12 девочек. Это были поганого сословия, да? В 1738 году. При Аняновне. Но потом они быстро поняли, что за госсчет живут какие-то крестьянские дети. Зачем? Когда у всех есть бастарды. А бастардов-то... Потому когда мы сейчас читаем документы любого известного нам имени, мы всегда знаем, кто мама. Прачка, кухарка. Но никогда не знаем, кто папа. В графе папы всегда прочерк. В основном. Либо это дети артистов, либо это... Ну... Потому как бы тут... Тут еще такой момент. Все это свое. Родное. Понимаешь? И ни один двор не отличался такой... Я вот тебе уже говорил. Такими британскими нравами, как русский двор. Русский двор был самый строгий. Самым строгим этикетом. Никакие англичане не могут сравниться с русским этикетом. Ведь... Да даже такую вещь вам скажу. Вот когда мы сидим с вами за столом, и нам подают сзади, приносит официант на тарелочке уже еду, да? Это русская сервировка. Это не английская сервировка, не французская. Никто себе не мог этого позволить. Только русские могли позволить сзади поставить крепостных и всем подать тарелочку. Такого не было. Это русские научили всех, понимаете? Потому здесь эти нравы были очень-очень долго. Ведь... Дело в том, что... Если вы вспомните... Многие из вас, наверное, бывали в Гранд-Упера или в Ласкало, да? Если вы вспомните, что во всех театрах европейских центральная часть, вот... Это ложи для жен, для дочерей. А вот все вот эти боковые ложи, они имеют свои обычно выходы. Вообще подъезды свои. Потому что это для дам полусвета. В русском театре дамы полусвета не пускались. Они не могли попасть в общее пространство с женами и дочерями. Вспомните Анну Каренину, да? С ней не... Она не могла прийти в театр. Потому что для... То, что она вошла в театр, это уже был скандал. Потому что она, как бы, участвовала в бракоразводном процессе. То есть, нравы русского двора, они были очень сложные. Потому как бы... А тут все легально. Тедя поднимает ножку. А кому-то дядя интересен. Дядя поднимает ножку. Все легально, все обнажено, понимаете? Не... И ведь Нижинского-то, я думаю, что, может быть, многие из вас это знают. Его уволили из Мариинского театра за то, что он посмел не одеть пилоты. Шортики такие, да? А в этот день пришла императрица Мария Федоровна со своими дочерьми. Сидела в ложе. И она сказала, что это? Почему так все обтянуто? Ну, дяденьку уволили тоже. Потому вот тут все очень... В этой стране... С одной стороны, вроде глазки закрывали. Но все делали. Но все-таки хорошо. А для Сталина, для Брежнева? Ну, Сталин просто любил искусство очень. И он понял, что это элитарное искусство. Он в это вкладывал большие деньги. Это красиво. Или он просто продолжал копировать? Нет, нет, нет. Он очень хорошо в этом разбирался. У нас, как тогда, когда я еще работал в том Великом Большом театре, который был еще не разрушен. Вернее, не разрушен, я имею в виду вот нравственно, да, и с точки зрения художественно-постановочной части, работали еще люди, которые помнили период Иосифа Вестереновича. И нам гримеры рассказывали, они тогда были молодыми девочками, что какой-то... Вот эта дверь, которая вела из ложи царской, да, потом это сталинская ложа стала, теперь это ложа правительства. Дверь она была всегда. Эта дверь вдруг открылась. Кстати, когда разбирали Большой театр, оказалось, что до войны, до Второй мировой, эту ложу обложили специальным составом железа. В общем, если бы... Вронирована. Да. Что если бы упала бомба прямо в Большой театр, все бы рухнуло, эта ложа бы даже не пошатнулась. Красивая сцена, да? Руины. Сталин в ложах. И, значит, эта дверь вдруг открылась. Это было на приемке оперы Бориса Годунова. Это одно из, на самом деле, величайших произведений художественных, потому что оформлял это Федоровский. Это очень долго пытался уничтожить бывшего директора Большого театра, потому что он мечтал это сжечь, сломать. Он несколько раз переставлял Бориса Годунова. Почему? Потому что, ну, надо было разворовать все это богатство просто, списать его. И Сталин вошел, вышел, и, значит, а там сцена коронации. И дело в том, что в сцене коронации из Успенского собора, это реальное как бы богослужение, он сделал замечание свои, что не в правильном порядке идут священнослужители. Не на этом должно быть это одето, на этом это. Здесь такая борода должна быть, здесь такие усы должны быть. У этого должна быть такая икона, у этого такая. Он делал замечание. И с этого дня, ему очень не понравилось, как приклеены бороды и усы. Что это очень видно, что это не натурально. С этого дня в Большом театре, в Мариинском, в Амхате, в Малом выделили отдельные деньги на постежерные цеха. Это цеха, которые стали изготавливать парики, усы, бороды, потому что это стали делать из человеческих волос. У нас все было раньше сделано натурально. И он из кремозапасников Гохрана выдал настоящие ризы. В Большом театре, когда я пришел еще, выходили в коронации, в настоящих облачениях священных, с настоящими иконами, с настоящими хорубами, все было настоящее. Другое дело, что если мы зададим сейчас вопрос, где это? Да. Да. Твой любимый директор. Да. Это все было уничтожено в это время, потому что им надо было это. Руки жгло. Понимаешь? Так это люди с этим на сцену выходят. А так это все будет дома. Понимаешь? В тайне помните одеваться? Ну, не знаю, где это. Просто я вам говорю, что я сам это видел, потому что я ходил на эти спектакли, это было просто как, понимаете, как художественное зрелище, безумно интересно и красиво. И вот когда эти дамы нам стали рассказывать, что это было сделано по его указке, что когда открылась эта дверь, там у директора и у всех остальных как бы, ну, инфаркты были уже, потому что они знали, они сейчас уедут в ГУЛАГ или еще пять минут они послушают какую-то речь. Вот. Потому, но никого не наказали, наоборот, дали указания и выделили средства. Он понимал очень сильно, мало того, он смотрел все спектакли, он приходил, участвовал во всем этом. Потому есть же журнал, как количество посещений его, он не просто так приходил, ему нравилось это место. И второй такой факт, который я хочу вам рассказать, я тебе, Коля, рассказывал в нашем музее, в школе. Дело в том, что Ленин не любил балет. Я его понимаю. Он решил это все закрыть, но заболел. Фанни Каплан вовремя выстрелила. Видимо, она была поклонницей. И вот где-то с 21-го года, до того дня пока, ну, как-то после ее выстрела, в общем, как-то долго очень все это происходило. В 24-м году Сталин пришел к власти. Стали меняться люди, нашли документ, где просто написано закрыть. А Большой функционирует, Мариинский функционирует, другие театры тоже функционируют, школы и в Москве и в Петербурге во всю работают. Идет прием, идет выпуск и так далее. И тогда Сталин послал сюда комиссаров, чтобы они разобрались с этим всем делом. И комиссары в 25-м году, в марте месяце, приехали в Петербург и как раз попали во главе с Луначарским, попали в Мариинский театр на выпускной спектакль. Тогда это называлось Ленинградский техникум. Она выпускалась Марина Тимофеевна Семенова, которая в дальнейшем стала одной из величайших балерин и педагогов Большого театра. И вот она им настолько понравилась, она была очень красивая девушка и она действительно очень хорошо танцевала, что они подписали 25-й год. Представьте, что вообще в стране происходит. Только закончилась гражданская война. Там голодомор, тут бог знает что. Там еще атакуют белые, постоянно где-то вспыхивают. Не все страны нас признали. Выделяют комиссары гигантские деньги на содержание трупы в Большом театре, в Мариинском, на содержание школ. Открывается трупа Михайловского театра, потому что она была частным театром, а она становится государственным. Ну и так далее, и так далее. И выделяют деньги на открытие таких школ и театров во всех крупных городах страны. Но это же не только слабости Сталина по лету. Нет, это просто была целая, но если бы он этого не хотел, это бы никогда не произошло. Меня все время поражает то, что вдруг вот в такой сложный момент они это делают. Мало того, я еще вам такое скажу, вот удивительный факт. Есть документальный фильм основы классического балета, который увидел след в 47-м году. Ну как бы он официально вышел в 47-м году. Снимали во время войны. Но снимали его во время войны. Это полуторачасовая лента. Почему мы знаем, что они снимали во время войны? Потому что там снята маленькая Майя Пресецкая. А она школу закончила. Она в 43-м году артистка Большого театра. Она в 43-м году уже выпустила из школы. А там она снята еще в предвыпускном классе. Значит, это значит съемки проходили в 42-м году. Ну представьте себе, что происходило в 42-м году в России. А Россия снимала фильм документальный. Основу классического танца. Представляете? Вот когда сталкиваешься с таким, меня это вызывает колоссальное удивление. Потому что, ну, как вот тут стреляют, там бомбят. Бог знает, что происходит, а люди... Здесь блокады. Ну здесь вообще блокады, да. Но школа была... На самом деле школа функционировала. Прием шел. В блокаду прием шел. Ничего не остановило работу школы. Ни во время революции, ни во время блокады. Школа функционировала. В любом деле, что основная часть школы была эвакуирована в Перин. Тогда этот город назывался Молотов. А московское училище было эвакуировано в Куйбышев. Ну, хорошо. Вот к нашим временам перейдем. Мы же наблюдаем здесь ту же парадигму. Вся эта история с твоим уходом из Большого театра, с Пилиным. Это же тоже, в общем, отголоски какой-то канонады, которая гремела где-то совсем высоко. Мне все время интересно. Я тут при чем? Театр опять в эпицентре больших великокнежеских интриг. Ну, это не интриги. Это уже какая-то была поножовщина. Но дело в том, что, к сожалению, всегда реальность гораздо проще и печальнее, нежели это преподносится СМИ. Одно дело, когда я читаю какие-то мемуары, как описано что-то, а потом я как руководитель сталкиваюсь с документом. Ну, допустим, я часто очень читал. Много книг про Нуреева написано. Я читал о том, как он оказался в Петербурге, как он уезжал, как он начинал свою карьеру. А другое дело, когда я просто взял его личное дело и почитал документы. Безумно интересно. И совсем все по-другому. И сразу понимаешь, что ни он никогда не сказал правду, ни те, кто его окружал, не сказал правду. Потому что документы свидетельствуют абсолютно о других вещах. То же самое и здесь. К сожалению, есть интересы всегда кого-то, но происходит по-другому. Например, вот расскажу такой интересный исторический факт, что когда князь Болконский стал директором императорских театров. Это была очень известная фамилия, это очень был богатый человек. И должность директора императорских театров была очень почетная. Потому что это всегда при дворе, всегда допуск к императору. В общем, его фаворитка Матильда Кшесинская, императорская, не захотела в каком-то спектакле одеть фижмы. Всего лишь навсего фижмы. Но так как она нарушила костюм, он вынес выговор. Матильда Феликсовна пожаловалась, естественно. И император приказал с нее этот выговор снять. Волконский выговор снял, но в этот же момент положил рапорт и ушел. Ну, естественно, это был грандиозный скандал. В обществе все обсуждалось. Кшесинская как бы чувствовала себя победительницей. Общество, естественно, было на стороне Волконского. Прошли годы, выгнали отсюда и Волконского, и Кшесинского из этой страны. Ну, и вот они встретились в Париже. И она описывает, что мы встретились в ресторане. Такой милый человек. Мы разобрались. Все, оказывается, было не так. Я извинилась, он извинился. И все очень хорошо. Понимаешь, к сожалению, жизнь очень... Но когда читаешь вообще всю эту переписку, как это происходило, конечно, дяденьку унизили. Или не просто кого-то, а князя, да, становится неприятно. Но как можно противостоять фаворитке императорам? И следующий человек, который стал руководить императорскими театрами, он написал очень интересную фразу, которая по сей день актуальна. Он написал, что если император-батюшка считает, что госпожа Кшесинская у нас первая артистка империи и находится на индивидуальном положении, то я как директор императорских театров вынужден с этим согласиться. Правильно, да? То же самое и сейчас. Любой чиновник вам скажет. Но если считают, что этот артист на исключительном положении, то до того, как не поменяется ситуация, все будут вынуждены это учитывать. И это не имеет отношения к названию страны, к названию театра. Мы такое с вами прочитаем и в описаниях древнегреческого театра, и в описаниях древнеримского театра, и в описаниях театра времен Наполеона, потому что все наверняка вы слышали имя Адриена Ле Кувре, потому что, по крайней мере, вы слышали название оперы. Конечно, да. Да. Адриена Ле Кувре, да, была, ну, как бы это Алла Пугачева 18 века. Какая разница? Я говорю по положению актриса. Она была по положению, она была, как бы, вот они писали газеты, как о Вале Пугачевой, с кем она поела, куда пошла и так далее. Но тетку убили, просто наглым образом отравили. Сначала в газете объявили об этом, а потом через какое-то время просто отравили, да. И никто ничего не смог сделать, а она была очень приближена к императорскому, вернее, к королевскому двору тогда. Понимаете, это было всегда. Театр такой, есть художественный фильм, если тоже вам будет интересно, посмотрите его. Это французы сняли, называется «Битва за Эрнани». Эрнани – это пьеса Виктора Гюго, ой, Теофили Готье, простите, Теофили Готье, которая, как бы, считается такой отправной точкой. Это революция во французском театре. И вот эта «Битва за Эрнани», как бы битва газет, газетчиков, битва общества одной части за то, что это не может исполняться на сцене, с другой частью общества за то, чтобы это было все-таки на сцене. Это очень интересно, потому что это 1830 год, и очень интересно показано, как вот это все происходило. Они на основании документов сняли этот художественный фильм. Это свидетельствует о том, насколько всегда театр отражал ситуацию в обществе, ситуацию придворную. Ну, по крайней мере, могу вам точно сказать, что ситуация в Большом театре всегда отражает то, в каком состоянии находится наша элита правящая. Потому что мы маленькое государство в государстве, которое живет по тем же законам. У тебя есть глотные дети? У меня нет. Посмешу вас сейчас. У меня в прошлом году выпускалась очень красивая девушка. Очень. И она была из хорошей семьи такой. Родители в Москве неплохо устроились. Как обычно бывает с ленинградцами. Очень. Девочка, гадайте, кто это теперь. И девочка мало того, что была красивая, она еще и способная. Но так получилось, что вот Мариинский театр ее не взял. А я ей говорю, ты поезжай в Большой. Ну, она в разные театры попробовалась, некоторые ее пригласили. Я говорю, ну, поезжай. Она поехала, ее взяли в Большой театр. Ну, естественно, так как она способна, она хорошо выучена. У нее все, с точки зрения профессии, все очень прилично. Ее в Мариинске не взяли, потому что руководитель местный сказал, что она немножко высокая. И я общаюсь с московскими моими коллегами. На что, значит, как бы мне они жалуются, что опять этих питерских прут. Ну, как бы, с одной стороны, я понимаю, что питерских прут. А с другой стороны, ученица-то моя. Как бы, я тут не могу разорваться, я никак не могу понять, я уже умный или красивый. И, значит, я вроде как, я против этих питерских, которых прут, но я за своего ребенка. И как-то у меня такая странная ситуация. В общем, я лавирую между тем, чтобы как-то быть красивым в этот момент. И я говорю, ну, как бы, вы, типа, расслабьтесь. Потому что она, помимо того, что она способна и красивая, она еще и не простая. У нее, типа, с папой все хорошо, и у нее вообще будет все хорошо. Я так мягко намекаю. И вдруг это моя коллега, которая имеет к московскому училищу отношения, сказала, если мне так с папой хорошо, зачем же она училась в Питере? И в этом было столько, знаете, московского презрения ко мне, петербуржцу. В общем, в чем-то комплимент. Да, мне стало так смешно. Вот есть дети, которые не хотят светиться, которые идут. Я догадывался о том, что она непростая девочка по тем непростым вещам, которые у нее были. Потому что она приезжала на метро, ее не привозила охрана. Она, ну, как бы, ну, когда ты невольно, девочка открывает сумку, даже простую, но там лежит определенная фирма кошелечек, ты понимаешь, что, ну, были у родителей средства этот кошелечек купить там. Понятно, что туфельки простые, на них не стоит лейбл, но ты понимаешь из какой-то коллекции и сколько это стоит. Потому что по каким-то признакам можно определить, что ребенок таки имеет средства. Я понимал, что ребенок непростой. Хотя папа никогда, вот я его ни разу не видел, ни разу не появился. Я как бы знаю, что ее родители приходили на спектакли, но они, кроме того, что они присылали цветы, они никак вот, ну, не светились. И это, ну, это у меня бы, например, вызывало очень большое уважение, потому что, ну, они хотели, чтобы ребенок получил образование. Они не учили ее для того, чтобы, ну, как-то ее продвинуть. Ну, получили. То есть, это значит, твое родное московское училище тут занимается? Я сейчас рассказывал о ситуации, как мне сказали. Не мое не занимается. Не мое не занимается. Просто есть дети, за которых приходят. Но, к сожалению, я всем родителям объясняю, ну, это же ребенок выходит на сцену. Но это он упадет мордой в пол на сцене, понимаете? Хотим мы, не хотим. Никакие связи не помогут ножке стать маленькой, а душе большой, написал Шварц для Золушки. Правильно? Но это, к сожалению, в балете, в опере, в классическом исполнительстве, это очень четкие правила. Последний вопрос. Наверное, у многих есть тоже желание задать вопрос. Господь. Мне просто, ну, вот, как-то хочется спросить про правночку, про правночку Владимира Кшесинского, если ты. Которая у тебя учится. У нас две девочки учатся из семьи, как бы, потомков Кшесинских. Это семья Севенардов, может быть, вы слышали, сейчас часто эту фамилию произносят. Дедушка Элли, это как бы дедушка Йосифа, то есть внук Йосифа Кшесинского, родного брата Матильды Феликсовны. Это Юрий Константинович Севенард. Он известный, как бы, человек, потому что вот дамбу он строил, он построил несколько электростанций в Советском Союзе. Он, ему за 80 лет, он очень известный человек в своем деле. Его сын, как бы, стал политиком, он был даже депутатом Государственной Думы. Вот, ну, две девочки учатся у нас, у них вообще четверо детей, но вот девочки учатся у нас в этом году Элли выпускалась. С моей точки зрения, это одна из самых одаренных девочек, которые за последние, вот, 20 лет выпускались из стен балетных учебных заведений в России. И тут не фамилия играла, тут действительно, я отношусь к тем людям, которые, мне легче сказать, как бы, плохо, нежели хорошо. Но я ценю очень в детях, не то, что в детях, вообще на сцене, я ценю, когда говорят, знаете, лица не в общем выражении. Когда есть что-то, что запоминается, не только поднятая нога и раскуроченные ноги в шпагате, но еще и какой-то амбьянс, то, что называют французы, да. Вот это очень приятно. И вот, когда я пришел ректором, я обратил внимание на эту девочку и сказал, ой, какая интересная, интересный ребенок. Она стояла в массе, а ее, она выделялась, мы сказали, ну, конечно, это же Кшесинская. Но дело, видно в этой девочке, видно, что есть какая-то порода. Что она чувствует, вот, находясь в этом здании, где началась такая блестательная карьера ее родственников? Всех ее родственников, да? Да, с династией романов. Не знаю, что она чувствует. Вы не говорили об этом, да? Нет, мы просто, я, например, ее все время оберегал от того, от количества нападок, которые, к сожалению, от плохих людей несется, которые ее, как бы, вот это родство ей ставят в минус. Это неприятно. Я понимаю, как ей тяжело, потому что, если бы ребенок был ленивым, или плохо учился, или не старался, да? А тут, наоборот, вот, вот, ребенок всем своим существом пытается сделать все хорошо, правильно, и делает это очень хорошо. Потому у меня это вызывает только уважение. Я-то человек ленивый, я, правда, я могу. Я даже не верю, честно говоря, я думаю, ты большую часть жизни провел у Станка. Правда, но, типа, Оленька, честное слово, господа, есть режим, к которому ты приучен, и есть, как бы, вот такое, что, нет, я буду все равно стоять у Станка. Если бы мне позволяло расписание не постоять, я был первый, кто не стоял. И мне не стыдно это сказать, я, правда, с большой любовью ленюсь. Но мне рассказывал Спилаков, что в детстве, ну, его заставляли, естественно, играть, играть, играть. У него была пластинка, уже не помню, в общем, он ее ставил, вырезал пилоко и играл в футбол. У тебя были такие ухищрения? Нет. С балетом невозможно поставить пластинку, невозможно включить фонограмму. Я вам расскажу смешную историю. Значит, было до 850 лет Москвы, помните? Да. Но для артистов Большого театра это были трагические дни, потому что мы выступали на всех площадях города. И вот на Соборной площади у нас концерт в присутствии Патриарха, Президента и всей верхушки тогдашней России. 1997 год был, 25 прошло. Было сентябрь месяц, на улице было плюс 12 градусов. Патриарх и Президент сидели в шубах. Оркестр, который играл, делал вид, что он играет, потому что это было под фонограмму, они делали вид. И сидели все хорошо разогреты, и под фраками у них у всех была шерсть. Певцы открывали рот под фонограмму, и были тоже очень хорошо разогретые. И только несчастный балет, голый, танцевал в плюс 12 на улице. Но что вы теперь поняли? Представьте себе Успенскую площадь. Ну вы двигались в Соборную площадь перед Успенским собором. Представляете, да? И Кремлевский дворец. Вот мы раздевались в Кремлевском дворце, дальше мы, голые, бежали до Соборной площади, потому что ФСО не разрешало нам ничего класть на пол, что все бомба, что-то бомба. У нас еще должен был быть пропуск с паспортом. Но девочки могут хотя бы сюда засунуть. Мальчикам засунуть некуда. Ну куда вы засунете? Паспорт и пропуск. Мы, значит, бежали оттуда, голые, держа вот это все в ручке. При этом, что мы выпить не можем перед Успенским. Потому что мы... А, все в прямой трансляции. У меня специально это записано. Это очень было комично все. А на мое несчастье, так как я все время был какой-то такой хороший артист, я все время в конце танцевал. К моему выходу были разогреты все. И оркестр, который под фонограмму делает, и певцы, и весь генералитет, который сидел, но им холодно, им подносят все время. Они сидят под камерами. Единственный Владимир Вольфович Жириновский, который... А там был, ну как бы, кусок оперы, кусок балета, кусок оперы, кусок балета. И балет был так. Сначала был там польский акт, польский бал из Ивана Сусанина. А потом где-то в середине были половецкие пляски. И Владимир Вольфович, видимо, то ли он не пил, то ли он как-то наоборот. Он понял, что мы вдруг в 850 лет Москвы прославляем сначала поляков, потом половцев, захватчиков. Почему? У нас праздник Москвы. И он встал и пошел возмущаться. А мы в этот момент несчастные бежим. И он нам вот так вот все высказывает. Вы что делаете? Как вам не стыдно? А мы танцевали какой-то номер под этот... Под увертюру к Руслану и Людмиле. Хорошо, что там быстро. Там уже быстро мы все должны были. И мне повезло больше всех, потому что мужские калеты, они в основном тоже с вырезом, с голой шеей. А я почему-то... Да, они могли туда паснуть. А у меня был костюм Дозирея, спящий красавица. У меня же обои, все закрыто. Мне даже не засунуть-то некуда. И у меня хотя бы теплее было, чем остальные. Дуло только снизу. Вот. В общем, когда это все закончилось, мы еще должны были стоять на сцене, потому что колокола соборов гремели. Хор под фонограмму делал. О, сейчас... Как бы Слав себе играл, а мы... Им-то хорошо, а не в шубах. А мы-то... Чего мама родила почти. Вот это... это ужасно. Почему вы... В балете, к сожалению, мы всегда должны сами. Сцены из императорского балета. Они тоже все время выступали где-нибудь на улице, когда были праздники. Они тоже были вынуждены там же мерзнуть. Дамы и господа, вопросы? Да. А у меня такой вопрос. В чем... Простите. Ай, это так, по-моему, слышно. Не все. Будьте добры, Николай Максимович. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, в чем проблема, почему в театрах все время какие-то склоки, вот вы говорите, издеваются. Почему это происходит? Это... Я вам уже рассказал про страшную судьбу Адриэна Ле Куврер, да? Ну, думаю, что могу много рассказывать вам таких историй про разные театры. Вы поймите, это везде бывает. Есть старый анекдот. Давайте я вам анекдот хороший расскажу. Давай. Значит, была в центре у Большого театра, был такой, если вы помните, охотный ряд тогда назывался Карл Маркса. Был туалет. И в этом туалете работала уборщица тетя Маша. И один человек ходил на работу, и все время, ну, как бы, заходил на работу, и увидел тетю Машу. И говорил, ну, здравствуйте. Ну, он за много лет к ней уже привык как-то. И вдруг поехал в гости на Выхино. Это последняя станция метро, совсем на выезде из города. И тоже на вокзале зашел в туалет и говорит, ой, тетя Маша. Он говорит, тетя Маша, привет. А что вы здесь делаете? Он говорит, интриги, батюшка, интриги. Это очень старый совет. Вот интриги, они везде. Они на заводе, они на телевидении. Если вам Коля начнет рассказывать, какие интриги и разборки у них в журналистском мире, будет страшно. Просто жизнь артистов, она очень на виду. И вот эти действительно интриги, они постоянно, ну, как бы, озвучиваются. Я думаю, что там, где вы служите, там тоже немало подводных течений. Кого-то съели, уволили. Но об этом просто не пишут в газете так, как пишут про артистов. Потому что, да, это, наверное, просто интересно. Наверное. Я не знаю, что там интересного. Знаете, одно из зданий очень хорошее есть, «Кранован история», оно все время мне звонит на протяжении многих лет, говорит, «Николай, давайте сделаем материал». Я говорю, я с удовольствием, но мне не надо про что рассказывать. Я ни с кем не разводился, не ссорился, не ссорился. Мне нету истории для вас. Я не вписываюсь в контекст. А есть люди, которые даже, вот я просто знаю моих коллег, которые выдумывали эти истории только для того, чтобы они их написали. Это, ну, и половина… Есть целая династия артистов, которых я знаю очень хорошо. И моя жизнь прошла рядом с ними, ну, так… Ну, в последнее время все их жены, мужья этой семьи стали давать интервью о них. Я читаю, и у меня волосы шевелятся на голову, что я знаю точно, что там происходило. Но люди выдумывают какие-то несусветные вещи, потому что, ну, что сделать? Сейчас это модно. Вот только из-за этого. А вы будете писать мемару? Знаете, как хорошо написала Файн Гербина Раневская, что если я напишу свои воспоминания, это будет книга жалоб без предложений. Рассказать… Очень хорошо мне сказала один раз Марина Тимофеевна Сиденова. Она вообще очень умная женщина была. Прожила 103 года. И когда мы как-то снимали про нее передачу, я ее разговаривал. И я ей говорю, Марина Тимофеевна, ну, ну… Она очень долго отказывалась. Я говорю, ну, расскажите, ну, что больше всего вы помните из детства? Ну, а так она долго выпендривалась. Она сказала, в 913-м царя близко видела. Вот. Ну, понимаете, когда ты общаешься с человеком, который видел и царя, и Ленина, и Сталина, и всех остальных, и, в принципе, умерла при Медведеве. Вернее, при… Да, при Медведеве. До третьего пришествия она не дожила. И она мне как-то очень интересно сказала, ты знаешь, говорит, Колечка, вот когда происходит авария на улице, да, вот две машины столкнулись на перекрестке, то люди, стоящие в разных углах этого перекрестка, эту аварию видели по-разному. И если ты будешь опрашивать каждого, ты поймешь, что ты не найдешь виноватого. Вот, понимаете, вот эти мемуары, в чем они прекрасны? Да, это определенный артефакт, взгляд ваш на какую-то ситуацию. Но это не является истиной. Я еще… Я часто об этом думал. У меня есть, правда, много что рассказать. Я был участником многих прекрасных и очень непрекрасных событий, касающихся нашей истории. Но в последнее время так захлестнула мемуарная литература вообще. Я, когда читаю некоторых своих коллег, я все время думаю, господи, как не хочется прослить дебилом. Ну, вы читаешь и понимаешь, но человек врет. А писать в ответ глупо. Ну, лучше ничего не делать. Понимаете, про меня и так немало написано. Я, в отличие от других артистов, которые хотят на себя обратить внимание, мне повезло. На меня обратили внимание. И я очень часто повторяю это многим, которые меня обвиняют, что вот ты часто появляешься на телевизоре и так далее. Я говорю, вы понимаете, в чем дело? Меня в телевизор приглашают и мне платят деньги за то, что я участвую в этой передаче или в этой, в качестве ведущего, в качестве участника. Я говорю, у меня никогда за все годы моей службы не было пиар-агента, у меня не было директора. У меня никто не занимался этим. Но вот так получилось, что сложно произносимую для русского уха фамилию Цискоридзе очень неплохо знают все. Понимаете, это удача, это счастье актерское. Мне безумно повезло, я этим очень горжусь. Я понимаю, что это очень дорого стоит, я за это очень, ну как бы, ну это очень важно для артиста. За это ты оттанцевал такое количество щелкунчиков. Да, и не только. Но с другой стороны, понимаете, другие артисты, они гораздо больше появляются в телевизоре, но не запоминают их просто произносимую фамилию. Они потому готовы написать эти мемуары. Ну вот это неправильно, с моей точки зрения это неправильно. И очень смешно, когда-то Марина Тимофеевна та же, значит, ей исполнялось 95 лет. Представьте себе, знаете домик Берии в Москве, где находится, да? Да. До того, как въехал туда Берия, в этом домике жил такой дяденька по имени Карахан. Она была его супругой. Она жила в этом доме. Его забрали в том году, в котором Берия приехал в... Она стала, ну его расстреляли, она стала женой врага народа и так далее. У нее была очень удивительно сложная судьба. И Марина Тимофеевна как-то мне, ну в общем, она очень смешно сказала, что если, Колечка, будешь писать когда-нибудь мемуары, а романтизируй мой образ. Хотя она мне рассказывала многие вещи очень честно. Я понимал, что это она рассказывает специально для моих ушей. И это вам не умрет, потому что есть вещи, о которых рассказывать нельзя. Но, в общем, я ее уговорил в 95-м году, когда я исполнял 95 лет, дать интервью New York Times. Сейчас объясню, почему New York Times. Потому что был во время войны посол Америки Гарриман. И он под конец жизни написал мемуары. И он написал, что у них был роман с Мариной Тимофеевной. Как бы об этом какие-то люди знали. Она что-то иногда так смешно говорила на эту тему. Она была кременью, ее невозможно было. В общем, и New York Times, естественно, интересовался этой женщиной, в которую был влюблен во время войны американский посол. Представляете, русская актриса и так далее. И, в общем, я долго ее уговаривал. Я долго... Она говорила, ну, Колечка, ну, зачем мне это? Она говорит, Марина Тимофеевна, ну, поймите, вам 95 лет, а вас вспомнят. Вы столько лет молчите. Вы никогда не давали интервью. Вы были много лет женой врага народа. А вас специально как бы, ну, все замалчивали. Вообще, русский балет, советский балет существует благодаря вашей красоте и таланту. Если бы вы не понравились комиссалам, ну, они бы вот просто вычеркнули бы, и в этой стране такого искусства, как балет, не существовало бы. Ну, хотя бы об этом рассказать. В общем, она так сидит, ну, говорит, ну, хорошо, но как фамилия этого корреспондента? Я говорю, ну, типа, там, Негги Смит. Она такая... Оль, про меня писал Стефан Свек и Алексей Толстой. Я говорю, ну, это надо. Ну, в общем, я ей объяснил, что ей это надо. Ну, хорошо, Стефан Свек. Ну, вы понимаете, что сейчас время, когда не читают люди Стефана Свек. Мало кто знает, что был Алексей Толстой. Знают, что Толстой? Какой он из них? Лев, не лев? Кому это интересно, да? И уже идет интервью. Интервью происходило так. Она мне говорила, отвечай. Я начинал, как бы, на вопросы отвечать. Она говорила, если ей не нравился мой ответ, она говорит, «Нет, это было не так». Ну, в общем, в конце концов, мы подходим... Я понимаю, что американцев очень интересует. Мы подходим к войне. И эта дама говорит, вот, такой-то человек. Звали его так-то. Он оставил воспоминания. Что вы можете об этом сказать? Она говорит, а кто это? Ну, она ей долго объясняет, что это посол. Он говорит, да. Вы понимаете, я же была очень известная артистка. Я же все время стояла на сцене. Откуда я знаю, кто сидит в зале? И вот в этот момент, вы знаете, для меня это было колоссальным уроком. Я понял ее смысл Стефан Свеки и Алексей Толстой. Вот она для себя всю жизнь держала эту планку. Она никогда не сказала... Она многое, что могла рассказать. Когда ее высылали из... Значит, дело в том, что мужа Максаковой, старшей Марии Петровны Максаковой, и ее мы уже расстреляли в одно время. И их должны были выслать, поднимать культуру Сибири, то Молотов на их документах написал, нельзя пускать все по течению. И, естественно, никто не стал... Потому что Карахан был зам Молотова. Представляете, да? И Молотов их спас. И Марина Тимофеевна много чего могла рассказать. И об Олине Жемчужине, и обо всех женах послов, потому что, представьте себе, какое положение она занимала. Она никогда не открыла рта. И я ее вот в этот момент стал понимать. Потому что есть вещи, про которые говорить не надо. И Коля знает меня прекрасно. Я очень часто ему откровенно рассказываю какие-то вещи, не стесняясь выражения их. Но есть вещи, которые я никогда... Ну вот, прилюдно не то, что не расскажу, потому что я считаю, что это не надо. Можно вопрос? Давай мне. Уже из нескольких источников я... Уже из нескольких источников я читала о том, что сейчас наши ведущие волеймейстеры это Посохов, Самодоров и Ратманский. Ратманского, Самодорова хорошо знаю, согласна. Они замечательные волеймейстеры. Что такое Посохов, честно скажу, не знаю. И как вы относитесь к всем троим? И второе, просто очень такая короткая ремарка. Николай Максимович, вы знаете, что в вашем училище учились дети Владимира Владимировича? Девочки. Ну, в такой... В такой своеобразной группе, но тем не менее. Я просто была на их концерте. Ну, во-первых, это не мое училище, а государственное, которым я руковожу. Императорское. Нет, оно сейчас государ... Во-вторых, конечно, я знаю, что они... там занимались, но это было гораздо раньше того, что я мог помечтать даже войти на эту улицу. И могу вам сказать, что практически все из тех, кто там в то время служил, в школе уже практически никто не служит, потому что, ну, по возрасту мало кто, и только вот педагоги старших классов, но они этих детей никогда не видели, потому что дети, кто преподает старшим классом, они преподают младшим. Вот. Что касается балетмейстеров, понимаете? Балет... Я считаю, что об успехе балетмейстерска можно говорить исключительно тогда, когда прошло время, и когда спектакль доказал свое право на существование. Ну, все, кого вы назвали, для меня это, прежде всего, коллеги, людей, которых я знаю давно. Я не могу вам сказать, что они мне нравятся или не нравятся, что мне их произведение нравится. Например, я считаю, очень удачной работой Ратманского «Балет святого ручей». Это очень... Аглушка. Для меня это совсем не интересная работа. Потому что в Золуши, понимаете, любая партитура, она пишется на определенное либретто. И Прокофьев был очень сложный человек в плане переделывания чего-либо. Например, вот вам расскажу такую интересную ситуацию про Прокофьев, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Прокофьев терпеть не мог цыганской музыки. Он не любил этот фольклор, вообще он не воспринимал. И когда он писал «Каменный цветок», то для раскрытия образа Северьяна нужна была цыганская сцена. И его уговорили написать цыганскую сцену. Он очень долго сопротивлялся и сказал «Хорошо, ладно, принесите мне, что писали композиторы, которые работали в балетном жанре, цыганской музыки». Ему пришел концертмейстер Большого театра, принес эти ноты. Прокофьев встал, закрыл все окна, чтобы никто из соседей по даче не подумал, что он настолько безвкусный человек, что в его доме может звучать такая музыка. Он это очень изучил подробно и написал одну из самых гениальных сцен цыганских, которые вообще возможны. Причем, что когда я прочитал про его отношение вообще к этому жанру, к этому всему, я был потрясен, потому что у меня ощущение было, что он поклонник. Он ко всему относился очень серьезно. Он очень не любил, когда что-либо сокращают, переделывают или… Да, он… Потому ту версию, которую сделал Алексей, она мне не то, что не близка. Я ее… Я даже не понимаю, как это обсуждать, потому что это прежде всего сказка. Сказка о добре. Не о поиске выбора между гей-клубом, лесбо-клубом и наркоманами. Да, это… Вот не про это точно. И опять-таки, Прокофьева убедили написать три национальные сцены в третьем акте Золушки по одной простой причине, что балетмейстер, который заказывал… Это был Вахтанг Михайлович Букиани, он писал ему… У него очень удачно получались такие народные танцы. И он хотел поставить в третьем акте народные эти… Эти… Сцены, да? Он потому заказал эти сцены. Когда… Я просто… На премьере я увидел, что сначала он входит в гей-клуб «Принц» искать Золушку. Я уже про себя внутри стал протестовать. Для меня это было очень… Не… Ну… Это я… Я подозреваю, что это может быть, но не в Золушке. Не в сказке. Что… Что ему сказать про… Юрий Посохов, он выпускник так же, как и я, московского училища. У моего педагога, у нас один педагог, Петр Антонович Пестов. И… Ну… Понимаете, я ношу, так же, как все артисты балета, премьеры, да, я сейчас говорю о тех, кто работал первачами, огромное количество текста в голове. Действительно величайших мастеров, потому что волей-неволей мы это все учим, и мы это в себе носим. Да, как писал Козьма Прутков, что люди подобно колбасам, чем их начинят, то они и носят. Вот я это все ношу. И я прекрасно вижу, ну, это взято отсюда, это взято отсюда, это взято отсюда. Я очень люблю, когда есть тема с вариацией, когда человек берет вашу идею и развивает ее. Но когда он просто берет вашу идею и присоединяет ее к моей идее и выдают за свою, для меня это сложно. Потому я очень сложно воспринимаю хореографию, когда я вижу, что это... И второй момент есть такой очень важный. Это коммерческий успех. Если вы эти спектакли будете показывать не под рамкой Большой театр и Мариинский, я посмотрю, как люди придут. Поверьте, они не придут. Одно дело, вы в Большом театре показываете. И очень хорошо, очень давно сказал Владимир Васильев, величайший профессор всех времен и народу, что в Большом театре продаются люстра и колонны. Этот театр обречен на успех. У нас был период в 90-е годы, может быть, кто-то из вас помнит это, что вы приходили в другие театры, и был полупустой зал. Что очень часто артистов на сцене было больше, чем зрителей в зале. Помните, страшный был период. А в Большом театре такого периода не было никогда. В Мариинском он был. А в Большом никогда. В Большом был всегда люстра. Потому что все, кто приезжает в этот город, они хотят увидеть люстру эту. Они хотят зайти. А теперь уже новая появилась тенденция. Сделать селфи. И про чекиниться. Я в Большом. На первом октябре, потом за чекиниться. Я в Большом. На втором, значит, удачно сходила в буфет и так далее. Понимаете, это не имеет отношения к искусству. Я очень тоскую по великому Большому театру. Я много раз это говорил. По одной простой причине. Я пришел в труппу великих певцов, великих дирижеров, великих танцовщиков. И в тот момент, когда в 1992 году нас на представление, ну как бы на сборе труппы подняли и вот представляли нас один. Знаете, какое было счастье? В зале рядом, вот совсем рядом сидела Ирина Константиновна Архипова, Елена Васильевна Образцова, Борис Александрович Покров. И так далее. Вот каждый человек, который вот там сидел. Тамара Ильинична Синявская. Я смотрю, я один из них, я один из них. А сейчас вот я смотрю на это, а сбор труппы показывает. Я думаю, боже мой. Что можно говорить? Еще вопросы, пожалуйста. Занна Максимовича, я не перебыл. Вы же обыскали в нашем Владимирском Толлее Арханске? Ну конечно, да. Я просто на меня с детьми ходила. Я говорю, ну очень давно, когда он ее только поставил. Там ничего подобного не было. Ну а вы пойдите сейчас, освежите свои впечатления. Я, вы понимаете, я отличаюсь тем, что я когда говорю, я могу доказать. Мне просто очень жалко. Знаете, почему Золушка написана? Я сейчас еще раздобавлю секунду. Когда... Дело в том, что Прокофьев написал Ромео и Джульетта по заказу Большого театра. И когда играли партитуру в Петховенском зале, Прокофьев сам сидел за роялем. Ноты перелистывал великий дирижер Фаер. Когда он начал играть, в Бетховенский зал был забит людьми. Когда Прокофьев поднял руки от клавиатуры, в зале был только он и Фаер. А великая Джульетта, которую потом была Джульетта Галина Сергеевна Уланова, пошутила, что нет музыки печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете. И вот так он начал. Потом... И Большой театр забарковал эту партитуру. Она лежала долго, никому не нужная. Ее впервые поставили в Польше. В городе Лодзе, по-моему, ее поставили впервые. В общем, в Польше это поставили. И советское правительство было оскорблено как-то в Польше, а не в России. Это все до войны происходило. И быстро, срочно заказали из Большого Адалии в Петербург. Здесь поставили этот балет. И когда прошел... Та же Уланова танцевала, которая чертыхалась. Ну, в общем, она стала первой Джульеттой. И она так его очаровала, что он ее спросил после премьера, что вы хотите, и какой образ вы хотите исполнить на сцене. Галина Сергеевна сказала, что я бы хотела станцевать Снегурочку. Но Прокофьев говорит, вы знаете, Снегурочку так написал Римский Корсаков, что я не буду с ним соревноваться. Это, ну, неправильно. А она тогда говорит, ну, тогда Золушку. И он Золушку написал ей, посвятил ей, вашему вопросу. Партитура посвящена Улановой. Она уже работала в Большом театре. А премьеру станцевала Лепешенская. Понимаете? Все очень непросто. Улановой даже премьеру не дали станцевать того балета, который для нее был написан, посвящен ей. Понимаете? И он не просто так. Если бы, опять-таки, может быть, я не знал бы Галину Сергеевну, я не знал бы Марину Тимофеевну, я не был бы с ними знаком. Галина Сергеевна была вторым составом Золушки, Марина Тимофеевна третьим. Они очень много сделали для этого балета тогда. Мне, может быть, другие версии были бы не так обидны. Может быть. Добрый вечер. Николай. Николай, спасибо большое за интересную беседу. Вот, может быть, мы уйдем от интриг и придем к детям. Расскажите, какие они сейчас? Есть ли уже звездочки? Увидим ли мы, ну, боюсь называть великих имен, но вот яркие бриллианты на сцене? Ну... Так же они обучаются, как раньше? Отличаются они от вас, от вашего поколения? Или, может быть, они тоже очень быстрые, как все дети сейчас? Ну, спасибо вам за вопрос. Это очень, правда, тяжелый вопрос в том, что дети всегда прекрасны. Они не... Любой ребенок очень талантлив. Просто другое дело, что он должен найти... Не всегда его способности совпадают с его желанием очень часто. И самое, что страшно, не всегда способность ребенка совпадает с желанием мамы или бабушки. Вот это самое страшное. Значит, они очень сильно отличаются от нашего поколения, тем более от поколения, которое другое. В одном. У них информация идет в совершенно другом виде, нежели у нас. Они не понимают, как прочитать книгу. Они... Я очень часто говорю, я это не раз уже рассказывал, что я говорю ребенку, дай мне свой телефон, я тебе пошлю смс-ку. Может, ты тогда хотя бы запомнишь замечание. Потому что они воспринимают все вот так. Им это гораздо интереснее, нежели на слух. Им надо много-много раз как бы, ну вот, вдалбливать и короткими фразами. Долго? Нет. Только лю-це-н-а-н-н. Потому что другой уровень... Потом они тяжело воспринимают, потому что они задавлены количеством информации. Это очень сложно. Второй момент чудовищный. И он очень меня сильно беспокоит. Я уже много везде говорил на разных уровнях и властных. Это здоровье. Здоровье. Дело в том, что когда мы принимаем детей, это тоже самое касается большого спорта. Второй тур у нас... У нас три тура. Первый мы смотрим способности, так, по верхам. Второй тур это медицинский тур. Полностью диспансеризация. По одной простой причине. Балетом и спортом могут заниматься только очень здоровые дети. Дикое количество, дикое. Больных детей со страшными искривлениями позвоночника, с пороком сердца, с разными-разными увечьями. Потому что уже 25 лет никто не пеленает детей. Выбег бедра у каждого первого. Выбег лопаток. Очень тонкие кости крошатся. Чтобы в мое время, когда я учился, кто-то сломал ногу или руку. Это было ЧП. Значит, кто-то с кем-то подрался или упал с лестницы, или упал на улице. Но сейчас перелом плюсновых костей у каждого первого ребенка. Просто бежал по коридору. Так. И перелом. Кости крошатся у всех. Страшные метеозависимые дети. У нас все взрослые стоят как... Вот перемена погоды. Все взрослые стоят как... Вообще ничего не приезжают. Дети лежат с таким давлением. Скорая на скорой приезжает. Это повальная вещь. И многие доктора... Вот мы уже сидим... Они говорят... Родовые травмы, поймите. Дети, кисарята... Это не... Это родовая травма считалась в наше время. Сейчас каждый первый с этим. И это очень плохо. Второй момент очень сложный. Дети, которые появились при помощи ЭКО. Это тоже очень большая... Ну, это надо, значит, с этим ребенком по-другому заниматься. И это все дает отклонение. Еще представьте, чтобы у нас у кого-то была грыжа на позвоночнике. Такое мы не могли... Вот мы не знали, что такие болезни существуют. А сейчас у детей уже в младших классах грыжа. Мне говорят, у меня типа вот от освобождения у меня грыжа. Какая? Где ты ее взял? Понимаете? Я когда слышу это... Это страшно. Диагнозы, которые иногда... С которыми мне приходится сталкиваться как с руководителем, Они просто пугают. И этого не было. Никогда не было. Аллергии на все. На все аллергии просто. Это не было в Москве? Законтическая тема? Нет. Причем... У нас же тоже статистика есть. Понимаете, в чем дело? У нас же статистика тоже. Что прекрасно в наших... Вообще, что прекрасно на театральной улице? Мы преподаем 300 лет одинаково. Это первое. Потом, чтобы вам было легче понять, В нашей стране сначала придумали балетное образование. А потом все остальное. Мы старше всего. Нам 285 лет. Мы старше всех учебных заведений, кроме военных. Военные старше нас. Но военные это отдельная тема. Мы старше вообще всего. Никакого не было светского образования в России, Когда стали учить на государственном уровне балету. Потому сначала изобрели эту систему образования, Потом по ее схеме придумали все остальные университеты, Консерватории, музыкальные школы, Правоведческие, Смольные институты и так далее. Потому что проэкспериментировали на балетных. Ничего за 280 лет не изменилось, Если вы посмотрите. Потому что тогда тоже проверяли медицинские просмотры. Был очень серьезный. И еще такой момент. У нас в школе было очень опасно, Когда у кого-то падало зрение. Отчисляли сразу. И на втором курсе у меня упало зрение. У меня по сей день мне все время говорят, Что постареешь, поднимется. Что-то не очень. Я все жду, когда же она упала. Еще не постареешь. Да, это меня очень бодрит. И я, чтобы никто не заметил, Что у меня упало зрение, Выучил наизусть таблицу. Потому что диспансеризация была каждые полгода. Взвешивали каждую четверть. А нужно было набрать или не добрать? Что? Вес. Вес. Вес у вас должна была быть норма. Там на каждый рост была норма. То есть по возрасту? Да, конечно. Ну мне было везло. Мне все время звонили, говорили, Что у вас не хватает. Мне мама кормила все время. Добавляла мне. А многим же, что, какие истерики были. Но за упавшее зрение могли отчислить. Потому что это считалось, Ну как бы за здоровье боролись. Мы теперь принимаем, Мы на это не обращаем внимания. Потому что практически все дети Либо с линзами, либо с очками. Это повально. Они сидят у компьютера, естественно. Ну, от разных вещей. Вы понимаете, Такого в нашем поколении не было. Это вот. Это вот. Я вам говорю. Я всем говорю. Кому можно. Кто у нас детей родился. Я говорю. Пеленайте детей. Пеленайте. Не слушайте никого. Пеленайте детей. Это по-другому формируется позвоночник. Бедра, руки. Это все потом принесет свои плоды. Пеленали до какого? Ну, как до какого? Ну, как до какого? Ну, меня, допустим, Меня, допустим, пеленали. Я знаю точно. Год пеленали точно. Но ничего плохого это не приносит. Друзья, ну, мне кажется, что нам надо как-то завершать наш вечер, потому что мы уже два часа беседуем. Я думаю, что мы еще два часа могли бы... Не, а, надежда. Вы понимаете, в чем дело? Вот еще хотел бы добавить. Дело в том, что школа – это место, где получают образование. Нигде делают карьеру. Когда мы выходим из школы, вот мы переходим из школы в театр, мы обнуляем наши успехи. Потому что, приходя в труппу, вы сталкиваетесь с другой дирекцией. И дальше вас куда-либо ставят сообразно вкусу и представлением о прекрасном того человека, который руководит труппой. Никакого отношения к тому, что вы делали в школе, не имеющим уже. Вы можете... У вас может быть 150 наград, типа на конкурсе. В театре это не волнует никого. Потому как дальше сложится судьба, это было и в царское время, и в советское время, и сейчас. Это зависит от того, как ты себя проявишь уже на месте работы. Это, я думаю, касается всех профессий. Абсолютно. Потому что ты там начинаешь новую жизнь, в новом коллективе, с другими правилами, уже в каждом монастыре свой устав. Потому это шанс. Другое дело, что есть очень много способных детей, чьи таланты никогда не раскрываются, потому что, ну, они в этой труппе не нужны. Я знаю много людей, которые хотят работать в большом театре. Но физически они этому театру не подходят. Физически они не могут в нем работать. Но хочется. Кто-то успел удачно переспать. И его ставят. А кто-то по глупости своей как не может понять, что это надо сделать. Поверьте. Поверьте. По-другому не бывает. Потому что это очень мало имен, таких как Света Захарова и Илья, которые благодаря ногам туда пришли. А все остальные по-другому пришли. Потому что здесь все по-другому складывается. Театр — это другая субстанция. Можно вопрос? Да. Давайте только последний. Хорошо, потому что... Крайний. Да, крайний. Иначе мы здесь останемся ночевать. Скажите, пожалуйста, чтобы достичь такого успеха, как у вас, нужно родиться таким? Или все-таки можно это заработать с трудом? Ну, то, что... С трудом... Я с трудом это зарабатываю. Ну, сейчас... Просто, понимаете, в моем случае что было хорошо? Я при наличии хороших очень способностей природных правильно выбрал профессию. Никто не знал, чего я вам говорю. Это была случайность. Вот у меня совпало мое желание с тем, что действительно для этой профессии было нужно. Это первое. Второй момент тоже... Это опять-таки везение очень. Рухнул Советский Союз в момент моего прихода в театр. Изменились кланы. Они поменялись. И у меня, как у ребенка с улицы, оказалось гораздо больше шансов как-то проявиться в момент, потому что кланы рухнули. Новые еще не наросли. Вот сейчас, когда дети туда идут, мне даже за них страшно, потому что я точно знаю, что их ждет, какой клан как себя поведет, потому что общество еще не переменилось. Понимаете? А тогда вот был вот момент вот такой, мне очень везло. Я входил все время, знаете, вот как Сцилл и Харибда вроде сходятся, а я раз и пробежал. Вот в этот момент, мне в моей жизни было очень много таких случайных, как бы, закономерностей. Видимо, я должен был, это должно было со мной случиться. очень много везения было, потому я говорю, что я, человек, не имеющий права вообще на что-либо жаловаться, должен все время говорить, ну, спасибо, потому что все очень неплохо. Изучили, не вы. Как говорила, как говорила королева мать, да? Неплохо все. Спасибо огромное. Спасибо. Просто зажигательное. Мне так кажется. Спасибо.